Эта конференция сейчас будет записана. Я менеджер по трудоустройству выпускников учебного центра «Специалист». И сегодня в нашей программе выступят представители компании-работодателей, которые расскажут вам о своих вакансиях и стажировках, конечно же, о том, каких работников они хотят видеть в своих командах, и также, что готовы предложить нашим выпускникам, у которых еще не так много опыта. В качестве эксперта сегодня наш преподаватель Татьяна Тимина, эксперт по трансформации аналитической культуры, руководитель аналитических проектов в проектной ассоциации. Она нам расскажет об основных перспективах использования навыков бизнес-анализа для построения карьеры. Сейчас я вам кратко расскажу о нашем центре. В это время прошу вас проголосовать, чтобы наши спикеры понимали, кто сегодня с нами собрался. Проголосовать можно, перейдя по QR-коду на слайде, а также я отправляю ссылку в чат. Сейчас, одну секунду. Чат тоже сейчас появится. Вот, ссылка эта, одна и та же. Итак, пока вы голосуете, результаты голосования я покажу перед выступлением спикеров. Хочу сказать, что в учебном центре специалист мы гарантируем вам стопроцентное качество образования, потому что мы сочетаем Бауманскую методику преподавания, современные технологии проведения обучения и практико-ориентированный подход. Все наши преподаватели – это эксперты, практики, которые горят интересом к своей профессии, и также хорошие преподаватели умеют донести информацию. Хочу сказать пару слов о современных тенденциях рынка труда. Почему я так обращаю внимание на практико-ориентированных преподавателей? Потому что сейчас нет смысла просто получать какие-то знания, надо уметь их применять на практике, решать реальные рабочие задачи. И мы для вас разрабатываем специально программу с учетом таких современных требований, и наши курсы, они практико-ориентированные, и вы получаете на выходе и теорию, и навык. Также мы, как работники центра, специалист, уже 29 лет учим людей, понимаем, что важно поддержать начинающих специалистов на старте их становления в профессии. И поэтому мы организовали для вас ряд мероприятий, которые поддерживают вас на вашем пути к работе мечты. Одно из таких мероприятий – это курс, он бесплатный, направлен на то, чтобы помочь вам сориентироваться на современном рынке труда, избежать ошибок при поиске работы. Я вас всех на него приглашаю. Ближайший у нас курс, он состоится 9 декабря. Можно записаться по QR-коду. Также ссылочку тоже отправлю вам в чат, если захотите посетить. Курс регулярный, проходит раз в 2-3 недели. В декабре одна дата, 9, следующая в январе будет. Также в программе трудоустройства у нас есть карьерные консультации для наших выпускников, которые учатся у нас за свой счет. И я вас приглашаю, если вы у нас учились, можно записаться ко мне на консультацию по QR-коду или написав на электронную почту jobsobako.spециалист.ru либо перейдя по QR-коду на форму записи. Свою почту я тоже сейчас отправлю вам в чат на всякий случай. Что могу сказать? Что основным, также мы взаимодействуем с работодателями и у нас есть ряд каналов в соцсетях, где мы публикуем вакансии. Кто такие наши люди, которые нам дают эти вакансии? Это юрлицы, которые обучили у нас своих работников и на практике убедились, что мы учим хорошо и они бы хотели к себе в штат взять наших выпускников и были бы им очень рады. То есть наши выпускники у них в приоритете. И я вас приглашаю подписаться на один из наших каналов. чтобы всегда быть в курсе новых вакансий. Также вы их получаете с рассылкой раз в две недели по электронной почте. Итак, сейчас давайте посмотрим результаты голосования. Что у нас получилось? Итак, специалисты у нас учили 75% собравшихся. И кто-то планирует учиться 12%, кто-то не планирует еще. Давайте вот, что самое интересное для спикеров сегодня, это слайд вот с уровнем собравшихся. То есть большинство людей планирует только учиться. 25% у нас закончили обучение. И есть те, кто работает больше трех лет, и 11% работают больше года. Вот такая разношерстная компания сегодня собралась. Так что, пожалуйста, постарайтесь сегодня у нас тогда охватить всех наших слушателей, каждому дать что-то интересное. Итак, тогда сейчас я предлагаю, хочу передать слово первому нашему спикеру Татьяне Тиминой. Татьяна. Да, Ольга. Секунду, сейчас я переключу, дам вам права презентера. Прекрасно. Так, одну секунду, тут технические моменты. Татьяна, ну, поскольку, видите, у нас собрались, тут не все такие подготовленные слушатели, а прям бизнес-анализы, пожалуйста, расскажите нам поподробнее, вот какое видение вашей профессии бизнес-аналитик, кто это такой и что нужно, да, вот, может быть, про какие-то качества, как вы видите, которыми они soft skills, которыми должен обладать бизнес-аналитик. Вот такие вопросы от меня. А также, уважаемые слушатели, вы можете писать в чат, и после выступления Татьяны обязательно ответим на ваши вопросы. Да, Ольга, как раз таким образом и планировала построить нашу сегодняшнюю встречу. Ну, а начать вот с такого слайда, который, наверное, те, кто работает больше трех лет, уже, ну, скажем так, имеет некоторое понимание, что часто бизнес-аналитикам воспринимают, в качестве бизнес-аналитикам воспринимают человека, который, ну, собственно, с какими-то этими системами знаком, либо с большинством, либо с большинством. Коллеги, кто так считает? Поставьте, пожалуйста, плюсики в чате. Кто считает, что бизнес-аналитик – это человек, который прекрасно владеет аналитическими инструментами? Так, угу. Так, вот вижу, да. То есть, ну что, коллеги, тогда… И те, кто три года работает, тоже поставьте, пожалуйста, плюсик, плюсик и поставьте три, чтобы я просто посмотрела, такое же понимание у новичков, как у тех людей, которые уже давно в профессии, или нет. Вот, но вижу, что, да, считает, что бизнес-аналитик – это тот, который в совершенстве знает аналитический инструмент. Ну что, коллеги, в любом случае, тогда сегодня вам будет интересно узнать не только по поводу, то есть о требованиях, которые необходимы бизнес-аналитику, чтобы успешно строить карьеру, не только с точки зрения владения аналитическими инструментами, но и так называемые soft skills. Причем, знаете, как говорят при поиске работы, принимают за… принимают сотрудника на основании hard skills, а расстаются с ними часто по soft skills. Поэтому я думаю, как раз soft skills будут вам особенно интересны. Так, сейчас коллеги перелисуем. Так, ну смотрите, немножко я о себе привела слайд на слайде. То есть просто тоже Ольга уже меня представила, что, да, более 10 лет управляю сложными проектами, связанными с трансформацией аналитической культуры. И вот здесь я как раз представила один из своих последних проектов, проектной ассоциации, который как раз и посвящен аналитическим компетенциям. Ну, плюс ко всему, вот я здесь представила свои основные сертификаты, которые связаны как раз так или иначе с профессией бизнес-анализа, и, естественно, те компании, в которых большее количество проектов реализовало. Ну, возвращаясь все-таки к вопросу, кто такой бизнес-аналитик? То есть в первом приближении вы ответили, что да, согласны с тем, что бизнес-аналитик – это тот, кто в совершенстве владеет аналитическими инструментами. А вот смотрите, коллеги, как вы думаете, вот если мы посмотрим на вот такие вот компетенции, как понимание бизнеса, критическое мышление, анализ идеи проекта, но это больше связано с теми, кто работает именно в проектах аналитических, взаимодействие в проекте, лидерские компетенции, как вы думаете, к кому они относятся? Напишите, пожалуйста, в чате ваше предположение. И тогда мы с вами как раз очень легко вместе перейдем к тому, кто же такой бизнес-аналитик. Ну, вот как думаете, вот эти все компетенции для кого нужны? Управленец, владелец бизнеса, девопс. Коллеги, ну, в целом, вы абсолютно правы. И при этом, коллеги, вот это все компетенции, которыми должен обладать бизнес-аналитик. И исходя из подходов как наших, так и международных, как раз, да, бизнес-аналитик – это тот человек, который может быть, скажем так, работает, сидя за экраном монитора, может быть при этом топ-менеджером, но при этом в любом случае это человек, который вот все эти компетенции проявляет, когда принимает те или иные бизнес-решения. Поэтому вы абсолютно правы. Бизнес-аналитика может быть и управленец, и владелец бизнеса, и девопс, и еще много-много других, скажем так, профессий, так или иначе выступают регулярно в роли бизнес-аналитика. Поэтому, как вы понимаете, для развития карьеры аналитические компетенции нужны не только, если вы хотите развить карьеру бизнес-аналитика, но и если вы хотите стать руководителем от управленца до уровня, любого уровня, до генерального менеджера. Итак, соответственно, срезюмирую, бизнес-аналитик – это тот человек, который проводит изменения, принося пользу заинтересованным сторонам путем выявления потребностей и обоснования решений, описывающих возможные пути реализации. Именно поэтому ему вот все эти компетенции, коллеги, и нужны. Ну что, тогда давайте еще разберем, что такое компетенция. Потому что, знаете, вот слово «компетенция» – это то, которое знают все, но при этом понимают все очень по-разному. Поэтому не буду сейчас, наверное, вопрос в чате задавать, хотя было бы действительно интересно ваше мнение, а просто сразу отвечу. Так вот, основатель, основоположник вообще компетентностного подхода Дэвид МакКлеллан еще в 1973 году в своей работе, тестирование компетенции против интеллекта, доказал, что успех в бизнесе или в том или ином деле для достижения бизнес-результата не связан с тем, сколько человек знает, не связан с тем, какой у него уровень эмоционального интеллекта, а связан с тем, что человек делает на своем рабочем месте для того, чтобы достичь бизнес-результата. Исходя из этого, человек должен понимать, как это делать, и аналитик должен понимать, а не просто владеть вот всеми новомодными инструментами, хотеть это делать и уметь это делать. Почему, смотрите, коллеги, понимать, как это делать, в специалисте мы в основном, наверное, обсуждаем на курсах основы бизнес-анализа, если это касается бизнес-анализа. Уметь это делать, технологии – это достаточно много курсов, которые как раз, начиная с основы бизнес-анализа, практикум, да, вернее, инструменты бизнес-анализа, практику, до многих большого количества специализированных курсов, потому что, конечно же, бизнес-аналитику уметь владеть аналитическими инструментами и технологиями необходимо. А вот если мы говорим «хотеть это делать», коллеги, ну это на самом деле вот должна хотя бы какая-то искра любви быть уже у вас. То есть разжечь на наших занятиях мы ее можем, но тем не менее какая-то любовь, интерес как минимум к анализу должна быть все-таки у человека. Вот эта вот компетенция, она, кстати, хуже всего развивается. То есть хотя бы какая-то искорка должна быть. И что тогда получается? И тогда получается, что если говорить о той модели аналитических компетенций, которую мы разработали в проектной ассоциации, она состоит из двух уровней – функциональной компетенции и специальной. Повторюсь, функциональная – это в основном то, о чем мы говорим на основах бизнес-анализа. Специальная – это основа бизнес-анализ, практику и большое количество специализированных курсов, которые, собственно, указаны у Ольги в объявлении, в приглашении к сегодняшней встрече. При этом, смотрите, 15 аналитических компетенций должно быть, которые состоят, включают в себя 15 и 55 индикаторов, 5 уровней владения, то есть от новичка до мастера. Ну и всего мы, соответственно, включили вот в эту бизнес-модель, а модель аналитических компетенций, она состоит из 275 записей. То есть вот в специалисте вы основную часть их можете отработать. Но хорошо, то, что у нас в России, то, что у нас проектная ассоциация разрабатывается, это здорово. А как в мире, скажете вы? Да, в мире вот основа, основной, скажем так, ориентир в плане того, что должен делать и уметь бизнес-аналитик, изложено в таком международном стандарте, как БАБУ. Бизнес-аналитис, бодио-внович. И основные моменты мы тоже рассматриваем в наших курсах специалистик. Кстати, коллеги, они очень сильно перекликаются с тем, что включено в модель аналитических компетенций. Единственное, что в модель мы все-таки включили те инструменты, которые необходимы в первую очередь вот с учетом наших еще российских реалий. Вот, а так, собственно, мы представляем вам бизнес-анализ совершенно с разных сторон, и с российской, и с международной. Ну что, в результате, путем развития аналитических компетенций, вы начинаете уже реализовывать или создавать аналитическую цепочку ценностей. Коллеги, вот ровно эта цепочка ценностей, вернее, ее четвертый этап, как с точки зрения определения того, кто такой бизнес-аналитик, так с точки зрения вашей основной ценности, как управленца, который принимает решения на основе данных, так и бизнес-аналитика, вот основа лежит в области подготовки, реализации, выводов и рекомендаций. То есть, да, безусловно, вот этот процесс надо пойти последовательно, но убеждать и аргументировать правильно своих выводов и предлагать определенные действия, это могут единицы. И как раз в учебном центре специалист мы, собственно, этому тоже учим. Поэтому, коллеги, вот ценность, она создается в первую очередь здесь, потому что часто, да, первые два этапа обычно делают аналитики. И, собственно, управленцы обычно, да, получают вот результаты этих первых двух этапов. А вот третий, четвертый, особенно четвертый, с этим как раз возникают сложности. И, собственно, основная ценность, вот она лежит здесь. В том числе и вот такие сотрудники, они просто ценятся и являются партнерами первых лиц, как минимум, ну, либо являются этими самыми первыми лицами. Ну что, коллеги, те сотрудники, те из вас, которые освоят эту модель, здесь я просто привела диапазон зарплат, который, естественно, зависит от отрасли региона. Но вот у тех, у кого с освоением тех компетенций, представленных цепочки аналитических ценностей, все будет здорово, великолепно, конечно, уровень зарплат будет, ну, как минимум, такой. А все остальное, это, конечно, вот когда второй, третий уровень. Но, тем не менее, вот здесь я вам привела из HeadHunter основные такие зарплатные ожидания. И что, коллеги, конечно, мы с вами поговорили о том, что такое бизнес-аналитик. Мы поговорили о том, верхнеуровнево, какие компетенции ему необходимы. Мы поговорили о том, какие курсы в учебном центре специалист помогут вам приобрести эти компетенции. А теперь, конечно, самое главное, поскольку у вас, у нас здесь есть и молодые энергичные, и уже опытные, больше года или больше трех лет работающие. Поэтому где же вам сразу можно применить свои навыки, полученные, опять же, в учебном центре специалиста? Ну, во-первых, смотрите, есть такое в Фейсбуке, группа, которая называется Клуб анонимных аналитиков. Вот я здесь специально вам привела, как выглядит эта картинка. Мне публикуются периодические информации, как по вакансиям, так и по стажировкам. Кстати, ближайшая стажировка через 2-3 месяца, вот в частности у директора Института бизнес-анализа Алексея Колокола предполагается. Поэтому информация вот здесь будет. И, соответственно, коллеги, вы в следующем году вполне можете успеть стать одним из стажеров. Дальше. Есть такая замечательная компания BI-Consult. Она находится в Санкт-Петербурге. Там как раз и для молодых и энергичных, но даже больше для опытных сотрудников есть возможность применения ваших усилий. И, как я уже начинала с этого, конечно же, аналитические проекты, проектные ассоциации. Причем, коллеги, что интересно, зампредседателя правления аналитической ассоциации, да, Александр, видите, мир аналитический вообще тесен, и, конечно, мы все партнеры. Я потом в конце даже скажу одну фразу, которая нам очень с одним из активных деятелей дата-йоги пришла вместе в голову, и мы сейчас ее регулярно говорим с аналитиком. Так вот, заместитель председателя правления проектной ассоциации в 1979 году окончил Бауманку. Поэтому, понимаете, в проектной ассоциации принципы Бауманки, они очень хорошо и плотно заложены. Поэтому, коллеги, вот, welcome на реализацию уже таких готовых проектов. Ну и плюс в проектной ассоциации также есть области для вакансий. И, соответственно, здесь, поработав в одном-двух проектах, часто, как я просто уже наблюдаю, не один раз вижу, что, поработав в одном-двух проектах, как раз участники проектной команды потом, собственно, очень быстро находят работу своей мечты. То есть то, ради чего мы здесь с вами собрались. Да, Андрей, это совершенно прекрасно, прекрасно, что вот мы, как раз вот, коллеги подтверждают, что все мы тут, да. Я не соглашусь, Сергей, что это не является бизнес-аналитикой, потому что есть очень четкий подход. Все, что ты не можешь визуализировать, ты не можешь и, собственно, понять. Поэтому описание бизнес-процессов, который вообще является основным из инструментов бизнес-аналитики, это тоже визуализация. А если говорить о визуализации данных, то это как раз, собственно, возможность помочь первому лицу принять правильное решение. Но я думаю, что мы это дискутировать сейчас об этом не будем. Если будет необходимо, мы можем в чате попереписываться в части этих вопросов. И в стратегическом консалтинге, Александр, визуализировать тоже надо, потому что все, что мы не представляем должным образом нашим первым лицам компании, мы, соответственно, и часто не доносим им для принятия решений. Но, Александр, опять-таки, я думаю, что нашу дискуссию мы можем с вами в индивидуальном порядке провести, а для слушателей как раз вот эти возможности вполне с точки зрения бизнес-анализа могут быть полезны. И они смогут заодно приобрести свое собственное осуждение. Ну что, коллеги, ну и в заключение аналитические компетенции для вашего успеха в бизнес-учебном центре специалистов об аналитике с любовью. Татьяна, спасибо большое. Могу я уточнить у вас такой момент? А есть ли какие-то у вас конкретные ссылки, которые можно было бы поделиться в чате с нашими слушателями? Потому что на предыдущем слайде я не поняла, вот если я хочу это все посмотреть, куда мне, в общем-то, писать, где мне, как мне перейти. Ольга, а я сейчас просто в чат эти ссылки как раз вот по окончании своей презентации спокойно в чат отправлю. И тогда все коллеги смогут, собственно, по этим ссылкам зайти и более детально ознакомиться как раз с возможностями, которые как раз и представляют данные потенциальные работодатели. Ну да. Либо, скажем так, потенциальные общества, которые позволяют развить компетенции и стать опять-таки ценным сотрудником, в том числе и бизнес-аналитиком. В широком смысле этого слова. Согласно определению бабук. Так, сейчас посмотрим в чате, да, наверное, какие вопросы. Так, ага, вот Алексей Сухарев уже project, да, и вот я вижу, что Алексей Сухарев уже, собственно, два отправил. Да, собственно, Алексей Сухарев очень серьезно помог, облегчил мне работу, потому что он, собственно, все ссылки уже отправил. Алексей, спасибо вам огромное. Вот всегда очень приятно продемонстрировать нашим слушателям, что мир аналитики – это не только мир профессионалов, но мир еще и очень хороших, ну, как это сказать, друзей. И да, это действительно очень важно. То есть вообще в аналитике есть такое дело – аналитики всех стран объединяйтесь, и вот, собственно, вот эта фраза, которую мы в своем мире создали, что аналитики всех стран объединяйтесь, ну, собственно, вот я вижу, тут уже живой пример. Правильно я поняла, что если среди наших слушателей есть те, у кого, допустим, кто закончил этот курс, но у него нет опыта, то есть проекты, в которых можно принять участие. Например, принять участие за опыт или они оплачиваемые? Значит, смотрите, есть те, которые принять участие за опыт, есть те, которые и оплачивают. Ну, например, та же стажировка, она сначала за опыт, но если человек показывает хороший результат, она достаточно быстро монетизируется. Если говорить о проектной ассоциации, то там обычно первые один-два проекта опыта, дальше есть возможности, да, тебя проявив, получить хорошие рекомендации и тоже свою карьеру построить. Скажите, пожалуйста, какие требования, вот, допустим, какие базовые требования, чтобы уже начать, так скажем, пробовать себя? Ну, смотрите, вот как раз я дала те ссылки, ну, например, клуб аналитиков, да, почему анонимных-то есть, потому что, по сути, аналитики-то шире, чем просто те, у кого в трудовой книжке написано аналитик. И в проектной ассоциации там можно, собственно, любому выпускнику, центро-специалист, можно просто, скажем так, стать членом этой ассоциации и принять участие в том или ином проекте. То есть тут не требуется какой-то дополнительной специальной подготовки. То есть тут, что называется, если есть любовь к аналитике, если есть задор и энтузиазм, то все в наших руках. Марина спрашивает, можно совмещать такие стажировки с основной работой? Да, конечно, то есть этим они и хороши. То, пока вы проходите эту самую стажировку, либо участвуете в проекте, вы на себя еще раз примеряете эту одежду аналитика. Хотя, опять-таки, если говорить о том, что вы хотите, ну, например, управленцем стать, то вам эти навыки тоже необходимы. Ничуть не меньше, чем тому, кто в трудовой книжке имеет запись аналитика. Хорошо. Итак, ссылочки все у нас есть в чате. Татьяна, я вас благодарю за очень информативный ресурс. Я думаю, что это всем нашим выпускникам будет архиполезно, потому что, когда вот ко мне приходят на карьерную консультацию, часто я вижу, что не всегда планируют эту карьерную линию свою. Что все-таки взрослому человеку лучше переходить в бизнес-аналитику из другой сферы последовательно. То есть обучаться параллельно где-то, ну, работать, чтобы, да, это обучение оплачивать, если необходимо, и параллельно проходить, искать какие-то возможности стажировки. И не получится так, что вы просто где-то что-то, ну, как бы окончили обучение, и вас сразу взяли на огромную зарплату, и, в общем, без опыта в данной сфере. В любом случае надо как-то искать такие возможности. Ну, Ольга, ведь это справедливо совершенно к любой специальности. То есть, ну, по какой специальности приведите любой пример, где ты вчерашний выпускник сразу получаешь максимальную зарплату. Другое дело, что занятие аналитикой дает, открывает для тебя очень широкие перспективы. Потому что если ты не владеешь этими компетенциями, ну, гендиректором ты тоже с трудом, наверное, станешь. Ну, потому что как же ты будешь принимать решения? Знаете, у меня еще какой вопрос был от слушателя, который, к сожалению, сегодня не смог нам присоединиться. Вот есть ли какие-то возрастные ограничения для человека, которому, ну, например, 60 лет он идет учиться на бизнес-анализ, у него хорошо с Excel, но вот определенный возраст. Если у вас в вашей проектной организации, ну, так скажем, какие-то, может быть, принято больше на студентов ориентироваться, или до какого-то определенного возраста тоже, чтобы вот и этой возрастной категории как-то сориентироваться. Ольга, тема хороша, проектная ассоциация, например, и тот же группа, как раз клуб анонимных аналитиков, что дает возможность любому, человеку в любом возрасте попробовать себя. Чем, например, хорош вот эти 60 лет? Ведь мы когда с вами говорили об аналитических компетенциях, позвольте, я просто верну на несколько слайдов назад. Вот где вы тут Excel-то особенно увидели? Он, конечно, нужен, но в первую очередь нужно понимание бизнеса, у человека, как раз 60 лет он, как правило, есть. Критическое мышление, но его всегда надо развивать всем. Дальше вот эти все взаимодействия, это вот как раз сердечная установка в плане «хочу заниматься». Excel, он здесь, да, он нужен, бесспорно, но он, скажем так, не единственный и не, как сказать, ну не основной кирпичик в компетенциях аналитика. Да, он бесспорно нужен. Да, нужны другие навыки. Но вот без этого успеха тоже у человека не будет. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, можно и в 60 лет себя попробовать. Кстати, очень многие ведь люди, которых мы сейчас с вами знаем, ну, например, Робин Дранат Тагор, он рисовать, например, после 60 начал. Или многие действительно известные люди начали после 60 вообще создавать самые свои лучшие произведения. Поэтому, коллеги, пожалуйста, welcome. Спасибо. Так, еще был неотвеченный вопрос. Пропустили. Какой информационный ресурс именно по стажировкам? Из трех, которые скидывали. По стажировкам? Сейчас скажу. Так, это как раз у Алексея. Сейчас напишу. Facebook, группа... Это в Facebook. Да, 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 в Facebook. В Facebook. В группе в Facebook. Я сейчас ее продублирую. То есть там как раз-то, единственное, что это бывает раз в год, но как раз, коллеги, у нас с вами сейчас очень удачный период, что через пару месяцев, насколько помню, Алексей как раз планировал провести вот стажировку, и, собственно, он, кстати, тоже как раз очень много упирает и на понимание бизнеса, и на умение выявить потребности заказчика, ну и так далее. Поэтому в этом плане как раз все очень так полезно и интересно. Ну, а до этого времени мы в проектную ассоциацию, пожалуйста, проекты аналитические у нас регулярно идут. Вот последний недавно закончился, а в Новом году планируем продолжить его уже на уровне создания материалов для ассессмент-центра. Хорошо, спасибо большое, Татьяна. Татьяна наш замечательный преподаватель, ведет у нас курсы по основам бизнес-анализа. Пожалуйста, можете приходить к ней на обучение. Я сейчас приглашаю следующего спикера. Татьяна, спасибо большое. Отключаю вашу презентацию. Спасибо. Коллеги, всего доброго. Следующий спикер у нас Виктория Затолокина, компания Висконсалтинг. Виктория. Так, меня слышно, видно? Да, слышно. Секундочку, сейчас я найду вашу презентацию. А вы сможете переключать, Ольга? Да, да, вы меня просто говорите. Спасибо. Все, можно начинать уже. Можно начинать. Да, всем добрый вечер. Меня зовут Виктория. Я HR-специалист компании Висконсалтинг. Наша компания занимается консультацией на сфере финансов. И у нас сейчас открыты две вакансии. Я думаю, что тут уже может следующий слайд. Мы ищем себе в команду менеджера по работе с клиентами и финансового аналитика. То есть про финансового аналитика Татьяна уже очень подробно все рассказала. Но человек, которого мы ищем, он должен заниматься оптимизацией бизнес-процессов компании, составлять инвестиционный портфель, развивать какую-то стратегию развития. Следующий слайд. Чем вообще наши клиенты занимаются? Нашими клиентами являются люди, которые хотят обучиться финансовой грамотности. И клиенты наши опытные и начинающие трейдеры. С опытными у нас уже работают квалифицированные специалисты. А с начинающими как раз наши менеджеры по работе с клиентами. То есть есть такая возможность, допустим, начать свою карьеру менеджером по работе с клиентами, изучить весь финансовый рынок и далее вырасти до финансового аналитика в компании. Клиенты наши, которые проходят обучение, получают сертификат. Это все проходит вручение сертификатов у нас в офисе где-то раз в две недели. То есть люди, которые прошли у нас обучение. Это вечером обычно происходит после работы. У нас клиентский офис. Вот следующий слайд. Это платные услуги нашей компании, которые мы предоставляем. Чем вообще могу рассказать еще про поток клиентов. То есть клиенты наши оставляют заявки либо на одностраничном сайте, либо на нашем сайте. И как происходит вообще их знакомство с компанией. Они приходят к нам в офис, менеджеры предоставляют им базовый курс обучения, показывают презентации, встречи. Это все непосредственно в офисе происходит. А финансовый аналитик будет заниматься именно консультациями с клиентами. Вот. Следующий слайд. Да, я вот вижу комментарии. Это чаще всего такое происходит. Но мы занимаемся именно обучением в сфере финансов. То есть не торговлей, ничем. То есть просто пришел клиент, ему менеджер предоставил курс обучения базовый. И он его получил. То есть мы ничем таким больше не занимаемся. Это как бы... Я не увидела там вопрос, мне просто телефона не очень удобно смотреть. Это наш офис. Мы находимся в бизнес-центре Манхэттен. Это станция метро Бауманская и Красносельская. У нас есть комната переговоров, ресепшн. Это все видно на фото. Лаунж-зона. И также офис у нас как open space. Столы, за которыми работают менеджеры. Менеджеры и вот вакансия аналитика, который мы... Человек, которого мы ищем. Следующий слайд. Это у нас менеджер по работе с клиентами в отдел продаж. Тут основные условия работы. График работы у нас с 10 до 20. В общем-то, тут все написано. Я не знаю, я, наверное, не буду это все дублировать. На следующем слайде это по финансовому аналитику. Вот. Что еще рассказать? Расскажите, пожалуйста, как у вас с адаптацией сотрудников происходит? Берете ли вы... Ну, как бы... Какие требования у вас на входе? Адаптацией корпоративной культуры занимаюсь я. То есть я же набираю персонал, я провожу собеседование. И по требованиям, то есть не обязательно, чтобы человек работал в этой сфере. Главное, чтобы он просто был готов к обучению, хорошо общался. Потому что в любом случае сначала у нас человек проходит базовый курс обучения, а потом он уже работает с клиентами. То есть как только водитель видит, что он уже готов предоставить базовый курс для клиентов, ему уже назначаются клиенты. Вот. У нас проходят всякие мероприятия совместные. То есть мы любим играть в настольные игры, совместные какие-то... В общем, очень у нас разнообразная корпоративная культура. То есть, в общем, вот. Судя по всему, у вас молодой коллектив. У нас, да, к счастью, молодой коллектив. Все практически мои ровесники. Вот. То есть и менеджеры, и квалифицированные специалисты, и руководители у нас. У нас тоже чуть старше нас, но не в возрасте. Вот. И, кстати, хочу сказать, я тоже недавно прошла обучение в центре специалистов, только в другой специальности. Ну, и, скорее всего, благодаря этому я еще нашла работу. Вот. Я на рекрутера училась. Поэтому вот большое спасибо. Если кто-то сомневается вообще в этих курсах, даже не сомневайтесь, потому что вы очень много полезного пройдете, особенно на практическом курсе. Вот. Я, наверное, всю основную информацию сказала. Спасибо, Виктория, за добрые слова. Нам так приятно. Окей. Есть ли у наших слушателей вопросы к Виктории? Ну, я так понимаю, что сфера именно такая консалтинговая в области, о которой вы рассказываете, это какое-то определенное, отдельное направление для бизнес-аналитиков. Все-таки есть своя специфика определенная. И эту специфику ей обучиться можно прямо вот у вас. Да. Да. Ну, именно кто? Да. Менеджер по работе с клиентами. Если, допустим, финансовый аналитик хочет начать с менеджера по работе с клиентами, изучить более подробно эту сферу, то да, конечно, обучение предоставляется, материалы все. У нас есть менеджеры по обучению. Менеджер по обучению наших менеджеров, как их куратор, наставник. И руководитель также этим занимается ежедневно. А если человек уже с опытом, то можно уже рассмотреть на финансового аналитика без обучения. Хорошо. Спасибо вам большое, что пришли. Да, спасибо вам. Да, там на последнем слайде. Да, на последнем слайде есть контакты Виктории, куда можно написать. Я их оставлю пока что. И спасибо большое, Виктория. И следующий спикер будет Александр Царев. Пока Александр готовится, я хочу пару слов сказать, что в учебном центре специалист, хочу вот долистать до этого слайда, вы можете, я просто видела вопрос в чате, пройти обучение по программам перебывки готовки. Аналитик данных, профессионал по бизнес-анализу и визуализации данных. В Microsoft Excel и в Power BI. Также у нас в ассортименте представлены комплексные программы по BI на любой вкус, на любой кошелек. Они состоят из наборов от двух до восьми курсов, такие как Магистр, Microsoft Excel 2019, VBA-программист, специалист по анализу и визуализации данных. Подробнее о них вам расскажут наши менеджеры. Пожалуйста, звоните, с удовольствием они с вами пообщаются. Итак, Александр, вы с нами? Готовы? Передаю вам права презентера. Александр. Так, Александр у нас. Александр куда-то отключился. Давайте пока Александр... Так он активно отвечал на все вопросы в чате и пропал. Ну, давайте пока Александр подключается, я вам расскажу еще и хотела вас заодно пригласить на День открытых дверей. Мне кажется, это очень важно перед тем, как вы выбираете себе профессию бизнесную, любую профессию, как можно больше про нее узнать. И вот День открытых дверей – это такая развернутая презентация профессии и программы обучения профессии бизнес-аналитику. Это наша новая программа будет, называется «Профессионал по бизнес-анализу и визуализации данных». И на данном Дне открытых дверей мы обязательно всем нашим зарегистрирующимся слушателям подарим подарок, который очень пригодится, если вы решите у нас обучаться. Ссылочку на регистрацию, вот можно зарегистрироваться, перейдя по QR-коду, а можно зарегистрироваться по ссылке. Я вот сейчас ее в чате размещу. Александр. Александр, куда-то у нас пропал. Сейчас, секундочку. Татьяна, а вы с нами еще? Да. Татьяна, вот можете пока пару слов на себя взять, я дозвонюсь до Александра, если не трудно. Да, конечно. Вот вижу, коллеги пишут, что хорошо, что в 19.00 начинаем. Конечно, хорошо. Вообще, знаете, недавно коллеги мы проводили конференцию как раз тоже про навыки аналитические и четко для себя поняли, что должны быть обязательно в тайминге, потому что если мы с таймингом не дружим, какие же мы аналитики. Коллеги, может быть, какие-то вопросы еще в чате у вас будут, и я просто смогу на них ответить, пока ждем Александра, чтобы паузу заполнить чем-то более полезным для вас, чем просто ожиданием. Так, вот Елизавете я просто уже ответила, потому что, да, там просто такой узкоспециальный анализ. То есть очень часто как раз, почему аналитики бывают финансовые, бывают, соответственно, те аналитики, которые продажами занимаются, те, которые занимаются следованием рынка. И очень часто как раз ограничивают они себя в карьере тем, что не могут какие-то вот такие комплексные предложения представить руководству своей компании, то есть понимая только хорошо свой узкий сегмент. И вот как раз, почему я про софтовые вот эти вот компетенции говорила, хотя софтовые они очень относительно понимания, бизнес это весьма такая серьезная компетенция, софт ее, наверное, сложно назвать. Вот, но тем не менее, как раз вот эти компетенции позволяют закрыть вот всю ту базовую потребность, которая обычно... А, удаленные бизнес-аналитики, Сергей. А, смотрите, сейчас же вообще, собственно, все проще стало. И с учетом как раз вот нашей ситуации, очень много вообще, собственно, сотрудников работают онлайн, дистанционно, вернее, дистанционно. Поэтому, в частности, если будете хорошо работать в том же BI-консалт, то, в общем, вполне себе это тоже возможно. Хотя они предпочитают, конечно, не онлайн, потому что как раз иногда работоспособность, просто вот эффективность онлайн сотрудников, дистанционных сотрудников несколько ниже. Но, опять-таки, это зависит от ваших конкретных навыков. А так сейчас, чем дальше, тем больше можно очень многое делать дистанционно онлайн. То есть, если вы, Сергей, хороший аналитик, аналитик, а Microsoft по Power BI, важно ли это для работодателя? Значит, смотрите, Борисовна, как отвечу на ваш вопрос. В Москве даже за 30 тысяч не найти работу, Сергей, но, опять-таки, как искать, как-то моим знакомым удается не то, что за 30 тысяч, но больше гораздо найти работу, как раз и в области бизнес-анализа, поэтому тут, наверное, еще зависит от того, как искать. Значит, отвечаю Борису. Смотрите, чем хорош Power BI? Так, мы за 150 найти не можем. Вот, видите, как раз Платона отвечает, что за 150, вот видите, не за 30 аналитика ищут, а за гораздо большую зарплату. Поэтому вот, Сергей, тут это не совсем понятно. Вопрос квалификации и компетенции, совершенно верно. Если этот человек просто владеет хорошо Excel, то тогда, конечно, наверное, может быть и 30 для него много. А если он и бизнес понимает, и может как раз и выявить потребность главных заинтересованных лиц, и предложить им решение правильное на основе анализа, рекомендаций, то почему там и больше 150 получается. Но сейчас просто хотела Борису ответить. Так вот, что касается Power BI, это лишь одно из направлений для визуализации данных. Поэтому, смотрите, это если в компании будет использоваться система Power BI, то тогда это для работодателя будет плюс. Если какая-то другая BI-система, то конкретно владения вашей Power BI плюсом не будет, но в чем прелесть? То BI-система, они же тоже достаточно похожи одна на другую. И в целом, знание хотя бы одной из них позволяет облегчить время освоения, например, табло или клик. Да, хотя это, конечно, разные системы отличаются. Поэтому тут скорее, знаете, я бы вам, Борис, посоветовала, в целом освоить навыки визуализации данных, а уже Power BI будет это или просто банально дешборды в Excel, это уже, наверное, менее принципиально. Хотя я лично очень люблю Power BI. Для аналитика я считаю, что это как раз такая самая удобная вещь. Очень легко, очень интуитивно, понятно. И можно без особой помощи IT-подразделения, в общем, подготовить ту отчетность, которая будет необходима руководству. Борис, дайте знать, ответила я на ваш вопрос или нет. Так, Сергей пишет, писал в Analytics Group, они не ответили. Сергей, тут, знаете, как вот такой навык убедить руководство в том, что результаты анализа надо положить на бизнес-план, так и, возможно, ваша настойчивость в плане коммуникации тоже Analytics Group. Тем более, что вот Платон как раз пишет, что за 150, то есть, видимо, есть там возможности. Ну, опять-таки, я не могу судить конкретно, потому что я же не вижу описания этой должности и ваши навыки. Поэтому просто вот констатирую факт, что такие возможности есть. Коллеги, вроде как Александр с нами. Александр, подайте голос, пожалуйста. Удалось ли наладить связь? Ой, отлично. Татьяна, вам огромное спасибо, что вы подхватили сложную минуту. Александр, передаю вам права презентера. Так, скажите что-нибудь, чтобы я вас нашла в чате. Один-один. Ага, вот есть. Сейчас, секунду. Александр, подскажите, пожалуйста, вот в чате пишут провокационные вопросы, что невозможно... А я сейчас как раз расскажу очень детально. Я не буду называть имен собственных, но как бы, во-первых, уточню и расскажу по поводу всех компаний, поскольку мы со всеми общаемся. Так, вашу презентацию не вижу пока. Ну, презентацию сейчас покажу. Ага. А удалось права презентера? А, вот, да, все вижу. Значит, смотрите, я все-таки вернусь. Презентация – это хорошо. На вопрос хотел сначала поотвечать. Значит, по поводу... Многие компании в Москве создаются специально для выманивания денег с людей. Сергей, а вы можете вот включить микрофон или написать, что вы конкретно имеете в виду, какие компании и так далее, и так далее? Потому что я достаточно часто встречаю такой комментарий и очень критически к нему отношусь и могу сказать за каждую компанию, чем кто занимается и так далее. Если вы говорите про TeamForce, например, и SmartStaffing, и все остальное, и компании, которые работают вместе с ними, у них есть определенные правила работы. И я не знаю, кого они кидают. Поэтому это очень серьезное, как бы, заявление, за которое надо вообще отвечать. Значит, касательно других вопросов по поводу сертификации по Power BI. Это имеет значение, в том числе, это важно для получения статуса компании, где вы работаете, статуса партнера Microsoft. И вообще это дополнительный плюс. Не так много, честно сказать, это времени занимает и дополнительно может не только вам к зарплате дать, но и это определенный статус, который вас в социуме двигает и приводит вас к дополнительным проектам. То, что в Москве даже за 30 тысяч работу не найти, комментарий, это просто смешной комментарий, потому что те люди, кто со мной начинал где-то примерно полгода назад работать с нуля в BI, в основном от 300 тысяч сейчас получают, но работая не в одной компании, а работая действительно над двумя-тремя проектами. Так что кто не может за 150 тысяч найти и так далее, обращайтесь ко мне и, как говорится, значит, вам либо знаний чуть-чуть не хватает, которые вы можете платно и бесплатно получить, но платно это вот для этого соответствующие курсы существуют, а бесплатно это по мере, как говорится, появления времени. Вот, поэтому лучше выделить время, сначала нормально выучиться, а потом уже подключаться к чему-то, потому что потом у вас времени не может. Значит, по поводу Power BI относится к многомерному Allap, а не бизнес-аналитики. Но это тоже очень серьезное как бы заявление, технологически это действительно многомерный Allap, но для того, чтобы разговаривать на эту тему, очень много что надо знать деталей, потому что, например, для пользователей он не выглядит как многомерный Allap, и нужно понимать технику, как он работает внутри себя и к чему это переводит в конечном итоге. А бизнес-аналитика – это направление, которое в параллели идет с разработкой любых дашбордов, и если вы не отработали часть по бизнес-аналитике и стратеги-консалтнику, скорее всего, ваши дашборды никому нужны не будут. Так. Значит, по поводу нас расскажу, и по поводу участников на рынке. Значит, смотрите, я имен, собственно, говорить не буду, я скажу так. Есть определенные ассоциации, которые, ну, ничего, кроме того, что отсматривают часть заказов и забирают себе процент достаточно большой, потом привлекают компании, которые здесь были указаны, эти ассоциации больше ничего не делают. Значит, есть компании региональные, где, собственно, очень долгий рост в зарплате, то есть у вас случат, но очень долгий рост, и я пока не видел кейсов, когда люди там вырастали больше 90-150 тысяч, и наоборот, от них чаще всего комментарии звучат так, что вот ребята пришли, поработали полгода, год-два, и хотят уже 100 тысяч и больше. Мы с такими людьми не работаем, и действительно рынок, он чуть другой. Поэтому есть такой тип компаний. Есть компании, которые участвуют только в тандырах, и ничего не делают. То есть они выигрывают тендер за счет того, что собирают с вас персональные данные, что-нибудь дописывают, доделывают документы за вас, не всегда правомерно, потом участвуют в тендерах, потом их выигрывают и дальше начинают искать вас. Вот. Есть компании, которые стабильные, серьезные, которые больше 10 лет существуют на рынке. Вот тут можно сказать, что это за компания. Это компания BI Consult, например. Действительно большие специалисты в клике, они в основном работают с крупными заказчиками, но не чаще всего по ценам держат очень хорошие цены по своим услугам. Но у них есть одно но. Если вы присоединяетесь к такой компании, то уйти бы из нее практически не можете. То есть, ну, я, как говорится, свечку не держал, но там есть плюс-минус условия, что если вы через год, через два, через три захотите из такой компании уйти, то вы не можете заниматься BI никак и никогда. Так что смотрите, в каждой компании есть определенные условия. Если говорить про нас, про Smart Data Lab, то на самом деле Smart Data Lab – это виртуальная компания, которая состоит из, в первую очередь, специалистов, работающих в основном через свои IPшки. Соответственно, мы как некое собирающееся такое комьюнити под различные проекты очень много времени тратим на обучение людей, причем делаем это бесплатно, но, опять же, нужно понимать, что еще раз я говорю, что самый лучший способ – это найти себе какой-то профессиональный курс. Сначала его пройти, сдать задание, потом уже добивать знания, которые находятся вокруг предметной области, потому что если вы знаете только Power BI либо только клик, вы никому не нужны, вы джуниор. Есть очень много систем, которые находятся вокруг, и чем у вас шире стек технологий, которые вы используете, тем лучше. Но этому очень редко учат во всех онлайн-школах, и вот я продемонстрирую свою карточку. Что-то как-то не видно, да? Сейчас попробую перезапустить. Вот можете посмотреть, насколько большой у меня стек, и как бы здесь еще далеко как бы неполный, да? То есть вот это… Вот так много надо всего знать, и на самом деле еще больше. И вот с точки зрения вообще образования, вот кроме того, что направление клик в как раз центре специалистов, я стараюсь всячески поддерживать, и в том числе преподавателей стараюсь подбирать. Вот смотрите, это и Курсера, это и QBI, это и Geekbrains, это и Data Yoga, это и Skill Factory, это и CF Education, HackerU и так далее, и так далее. Вот столько различных есть школ, в каждой есть своя какая-то специализация. Вот специалист, что очень хорошо, то, что специалист принципиально отличается от остальных тем, что в мире IT специалисты знают во всем мире. И это не шутка. И ценится, ну, на самом верхнем уровне. У остальных там какие-то свои отдельные, есть там курсы, направления и так далее, но как раз с точки зрения ширины стека у специалистов есть очень много дополнительных курсов, которые вам позволят стать специалистом уже не джуниор уровня, а как минимум мидл. Вот. Мы начали работать там в 2015 году, но основной виток у нас был с весны этого года, когда BI стал просто массовым. И, собственно, я лично только за весну провел, наверное, больше 200 различных переговоров. И стало понятно, что специалистов не хватает совсем. Связано это с тем, что все стали автоматизировать свои отчеты в период удаленки коронакризиса и так далее, и так далее. И на самом деле мы начали создавать компанию для специалистов, где нет фактически ни одного менеджера, для того, чтобы сделать ситуацию на рынке такой, чтобы специалистам было интересно расти. И чтобы заполнять нишу мидл и синеров и темлидов, ниша, которая была свободная совсем, и в среднем в июне специалисты по клику, кто больше двух-трех лет работал в клику, они работали на двух-трех работах все. Но мы поняли как бы для себя, что это прямая дорога в больницу на трех работах работать. И начали всячески поддерживать, как говорится, различные начинания по образованию. Ну и фактически организовали такой профсоюз специалистов, цель которого просто отстаивать интересы и поддерживать определенный ценник на рынке и выкидывать компании, которые не являются специалистами. То есть те, которые просто там, ну, условно, берут на себя контракты, а потом начинают собирать команду. Вот мы вообще про другое. Пять основных проблем, которые мы решаем, это отсутствие прозрачности рабочих процессов, большое количество собираемой информации, непонимание ее применения бизнесом, недостаток нужной информации для принятия решений, сложная архитектура баз данных и недостаток ресурсов для обработки и аналитики данных. Абсолютно типовые задачи. Мы в какой-то момент поняли, что без стратеги консалтинга никуда, поэтому у нас есть отдельное направление стратеги консалтинг, где люди сначала начинают работать и разрабатывают фактически предварительные документы по проекту, в том числе предварительные дизайны, предварительные технические задания и так далее для разработчиков. И потом уже, соответственно, можно спокойно работать разработчиком. Ну и, соответственно, можно подключаться к проектам именно на этом уровне. То есть вообще ключевые правила BI-проектов заключаются в том, что пока вы не сели, не подумали, что вы делаете, не разобрались в бизнесе, пока вы не стабилизировали хранилище данных, на котором вы делаете BI-процентов на 90 хотя бы, BI-м заниматься почти нельзя, потому что это получается такая пустая работа. По поводу наших решений, это можно у нас на сайте посмотреть. Вот на июнь месяц у нас было 64 специалистов, сейчас у нас уже больше 200. Люди массово уходят из других компаний к нам, как раз из-за того, что мы стараемся делать уникальные условия для специалистов и очень много чем помогаем бесплатно, тратим на это время и довыращиваем специалистов до товарного вида. И дальше, если они у нас не работают по каким-то причинам, мы к этому абсолютно спокойно относимся, наоборот, считаем, что чем больше специалистов на рынке, тем выше волна внедрения BI, тем нужнее мы и, пожалуйста, как бы, вообще мы только за. Может быть, сами чему-то научимся, отдельным каким-то решением и так далее. То есть мы постоянно находимся в общении. Различный тип дашбордов мы рисуем, и по производству, и по маркетингу, и по HR. Это обычно самые часто встречающиеся. Очень много банковских различных работаем мы одновременно и с Кликом, и с Power BI, и с Табло, и с Тодспотом. Тодспотом, кроме нас, работает, по-моему, на Викон только в России. Но очень передовая BI-система, связанная с тем, что, во-первых, они тарифицируют свои услуги только за объем закачанных данных в облако. Соответственно, если вы обрабатываете, например, 1 гигабайт, то это какие-то, ну, относительно смешные деньги, и у них есть встроенный ML, машин-лёрнинг. Важнейшая часть BI, и в дальнейшем машин-лёрнинг будет все больше, больше, больше участвовать в BI-проектах. Вообще, в следующем году BI начнет трансформацию в свою сторону именно машин-лёрнинга, и на самом деле читается, что через 3-5 лет 90% работы BI-разработчиков будет делать именно машин-лёрнинг за них. Но останется 10% и масштабы внедрения будут совершенно другие. В эту же сторону двигается Power BI, который свой Azure ML очень серьезно сейчас продвигает, и многие компании, которые сидят на стеке Microsoft, точно его в ближайшее время будут использовать. в клике свои фишки, и нужно понимать, что основное отличие Power BI и клика обычно заключается в том, что если вы работаете в банках либо в телекоме, то, скорее всего, это клик. Связано это с архитектурой, которая совершенно разная у Power BI и клика, и если у вас большие объемы данных и очень важно время отклика, чаще всего используется клик. Табло используется, честно, все меньше, 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 потому что изначально это вообще система такая была про-научная, и сейчас она, честно, от лидеров рынка старается не отставать, но отстает достаточно серьезно. А тот спот и Power BI, например, ну и клик тоже, они очень резко уходят в отрыв вперед. Чем хорош Power BI? Тем, что лицензия стоит недорого, и понятно, что большая часть компаний использует все-таки Microsoft стек, и в связи с этим, если идти в массовый рынок, то, скорее всего, это Power BI. То есть больше всего вакансий всегда там. Клик где-то сейчас пока в России раза в два меньше, а по Power BI где-то 150 вакансий в день появляется, причем новых. С кем мы работаем? Мы работаем и с международными аутстайфингами, компаниями типа Kelly, мы работаем с Газпромнефтью, работаем с Сбербанком, например. В ритейле это Магнит, у нас есть и Аштопром, у нас есть и авиационные компании, есть и различные бренды, и программа лояльности, и мы в том числе достаточно часто берем какие-то такие средние заказы международные по фрилансу, но здесь фрилансеру когда-то указали, на самом деле это не так. В основном это такие среднесрочные проекты. Сейчас участвуем во всех тандырах России и супер успешно. Поэтому на самом деле нас уже знают как очень серьезную ресурсную компанию. Из-за того, что мы вкладываемся в людей, у нас как раз эти ресурсы есть. И за счет того, что мы работаем для специалистов, и мы про-специалистов, у нас всегда лучшие условия для клиентов, и клиенты это оценивают, поэтому очень часто выбирают нас. Некоторые из компаний, известных на рынке наоборот, как бы уходят с рынка BI, понимая, что у них этих ресурсов на ней нет. Я сам реализую одновременно 3-4-5 очень крупных проектов, и соответственно 95% времени занимаюсь непосредственно работой руками, так же как и все у нас. То есть у нас вот там, ну да, есть там HR-специалисты, но, наверное, это весь менеджмент, который как бы нужен. Но работаем с различными, соответственно, образовательными центрами, в том числе и с Data Yoga, которая была здесь указана. Но Data Yoga – это немножко такая специфическая история, там на сайт зайдете, посмотрите. Про плюсы центр-специалист тоже рассказал. Давайте на… Так это было 5 лет назад, и что? Старый клиент. Это не значит, что такого опыта не было. Давайте посмотрим. Курс, который сразу выведут на middle – нет. В этом вся и фишка. Мы сколько ни проверяли базы выпускников различных курсов, вот как раз их и нету, и это удивительно. И как… Связано это с тем, что для этого нужен не один курс, а некое их количество. И, например, только специалисты есть курсы по хранилищам данных. Они для BI-щика являются принципиальными. То есть они прямо очень нужны. Ну, вот найдите еще хотя бы одну онлайн-школу, как говорится, или не онлайн, где есть такие курсы. 90% любого BI-проекта – это работа с данными. То, чего остальные не учат. На многих сайтах, работающих с Power BI, отсутствует пример дашбордов. Чем объяснить? Объясню. Это очень простая история. Дело в том, что они все конфиденциальные, а времени рисовать какие-то виртуальные дашборды для того, чтобы просто показать, какие есть возможности, обычно у людей времени нет. Однако, ну вот мы, например, занимаемся этой тематикой, и у нас есть отдельное направление продуктовое. Соответственно, продуктовое направление подразумевает, что компания изначально получает некий готовый продукт и некий полуготовый дашборд, который уже продуман именно для этой отрасли. Но вот так мало кто делает. Мы в это инвестируем. Деньги заработанные, вот непосредственно, сами как специалисты работаем, зарабатываем и тратим деньги на то, чтобы разрабатывать такие продукты. Дело в том, что на рынке есть много компаний, которые и специалистов, в BI и вообще в этой теме, которые в нем существуют 10 и больше лет. Однако, если вы на них посмотрите, то с весны они практически, ну вот за последние там 2-3 года, они если выросли, то это на какие-то десятки процентов. Ну может процентов на 50. А мы за последние полгода, но даже не буду говорить во сколько раз выросли. То есть мы растем просто молниеносно, мы обычно в неделю около 10 человек нам подключается, как на проектной основе, так мы и помогаем их устроить. Это каждую неделю. Вот такой объем мы обрабатываем. Александр, я не увидела, я не увидела контактов ваших, потому что вы их давали в чате, может быть кто-то не разглядит. Контакты со мной в телеграмме, Алекс Старев. Соответственно, по любому вопросу я сразу вас сориентирую. Так, секунду. Чуть неправильно сделал. Вообще, вся BI-ная тусовка, она как бы в основном сидит в телеграмме, поэтому для BI-щика телеграмма – это мастхед. Очень многие собрания, мероприятия, курсы и так далее. И самое главное то, что там есть профессиональные группы в телеграмме, где вам по мере возможности всегда кто-то постарается ответить. То есть если вы в эту тему идете, ну уж телеграмм надо поставить. Так, отлично. Ну что, друзья, есть ли у нас еще вопросы к Александру? Пожалуйста, у нас заканчивается время, а мы будем потихонечку завершаться. Пожалуйста, напишите в чат. Как таковых вопросов я сейчас не увидела. Александр, у вас по презентации все? Ну да, да. Отлично. Я вас благодарю. Александр регулярно для наших студентов отправляет вакансии, мы их обязательно публикуем в телеграм-канал и во всех наших соцсетях. Я вас еще раз всех приглашаю на день карьеры, который у нас... Ой, день открытых дверей, который у нас будет как раз для тех, кто хочет обучиться, можно сказать, с нуля и до такого хорошего уровня джуниора на долгосрочную дипломную программу, в результате которой у вас будет и диплом, и знание. Вот, я вижу в чате Александра благодарят. Говорят, что интересно было вас послушать. Александр, ждем вашей вакансии. для наших выпускников. Спасибо вам большое за выступление. Если больше вопросов нет, тогда я с вами прощаюсь. Спасибо, что сегодня провели вечер с нами и до новых встреч. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова